Ну и наконец-наконец возвращаемся к новостям из Лозанны. МОК сегодня свой вердикт вынес. Несколько международных спортивных федераций уже заявили о поддержке российской сборной, Федерации водных видов спорта, борьбы, волейбола, гимнастики, дзюдо, гандбола. Уже заявили, что хотят, хотят, не против они видеть наших спортсменов в Рио. Ну, легкоатлеты на Олимпиаду точно не попадут. Не очень мы и рассчитывали на такую благосклонность. Крест на их поездке поставил еще спортивный арбитражный суд в Лозанне. Сегодня Международный Олимпийский комитет заявил, что не будет дисквалифицировать сборную России на Олимпиаде полным составом. Отдал вопрос о допуске отдельных команд и спортсменов Международным Федерациям по разным видам спорта. Итак, что мы знаем о сегодняшнем решении МОК? Вот сухой остаток. Итак, в Олимпиаде допустят только тех атлетов из России, которые выполнят все условия, соответствующие Международной Федерации. Каждый российский атлет, допущенный до Олимпийских игр, подлежит дополнительному тестированию на допинг. Если он для этого недоступен, его аккредитацию аннулируют. Но эти российские спортсмены, которые ранее попадались на употребление запрещенных веществ, в Рио точно уже не поедут. Ну вот, если у спортсменов каких-то возможностей поехать в Рио появилось, то спортивным чиновникам повезло гораздо меньше. Олимпиаду они будут смотреть по телевизору, аккредитацию на участие в играх они не получат. Международный Олимпийский комитет решил, что никто из упомянутых в том самом скандальном докладе ВАДА ни атлеты, ни чиновники, ни национальные федерации не будут допущены к участию, даже к аккредитации на Олимпийские игры. Пропустит Олимпиаду и Виталий Мутко. Но, несмотря на это, министр спорта надеется, что россияне все-таки достойно выступят. В Рио подтвердят нашу чистоту. Наша страна признательна Международному Олимпийскому комитету за решение не отстранять сборную от Олимпийских игр, заявил Мутко. И напомнил, что наши спортсмены всегда открыты любым проверкам и тестам. Решение о недопуске до Олимпиады российских спортсменов, когда-то пойманных на употреблении допинга, министр назвал справедливым. И подчеркнул, что Россия не собирается выгораживать нарушителей антидопинговых правил. Россия делала и будет продолжать делать все, чтобы бороться за чистоту спорта. Мы готовы на добросовестной основе, совместно с МОК, с независимой комиссией МОК, совместно с ВАДА, переформатировать всю антидопинговую систему. Но еще раз подчеркну, что мы готовы это сделать только совместно. Российские национальные спортивные федерации уже начали взаимодействие с международными. Это уже заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он же рассказал, как именно международные федерации будут принимать решения о допуске россиян в Рио. Они должны сейчас обсудить этот вопрос с антидопинговым агентством. Посмотреть историю спортсменов, их допинговую, я имею ввиду прежде всего историю. Проверить, нет ли каких-то дополнительных сведений, в том числе доклад Макларена, по каким-то спортсменам из списка, заявленных нами. После этого принять решение. К нашим спортсменам предъявляются особые требования. Во-первых, ни к спортсменам ни одной страны, например, не предъявляются требования, чтобы они не имели никакой допинговой истории раньше. Ну а теперь действительно, судьба наших спортсменов в руках руководителей мировых федераций. Ксения Рахновская проанализировала, за какие виды спорта мы можем быть спокойны, а в каких все-таки есть причины для волнения. Ну что же, здравый смысл восторжествовал. Коллективную вину со сборной России сняли. Теперь на Олимпиаду ехать можно. Ну, тем, кто чист, решение это справедливее отмечают в спортивном российском мире. Но у болельщиков все-таки немного тревожно. Ведь теперь судьба наших олимпиоников в руках международных федераций. За кого мы можем быть спокойны, за кого все-таки стоит беспокоиться. Давайте разбираться вместе. Ну, начнем мы с Международной федерации легкой атлетики, которая стала палачом для наших легкоатлетов. Согласно новым критериям, ИАФ допускает по-прежнему в Рио одну Дарью Клешину. А вот Исенбаевы и остальные, ставшие жертвами принципа коллективной вины, по-прежнему вне игры. Это решение они уже пытались, напомню, оспорить. В Лозаннском суде тот остался непреклонен. А шансы на то, что Международная федерация отменит свое решение, ну, близки практически к нюлю. Так что мы тут понесли колоссальные потери и в спортивном плане, и в плане медального неофициального засчета. Можем мы не досчитаться и тяжелоатлетов наших. У Международной федерации. Эта федерация, кстати, очень принципиально из-за допинга уже не пустила в Рио Болгарию. Ну и к нашим спортсменам у них действительно очень много вопросов. Уже на протяжении нескольких лет мы, кстати, уже лишены двух лицензий в Рио. И есть и по сению экспертов, что тяжелоатлеты могут пойти на принцип, так же, как и их коллеги из легкой атлетики. Ну и давайте схематично я вам расскажу, что же теперь делать нашим спортсменам, чтобы получить допуск в Рио на примере членов сборной России по волейболу. Итак, игроку необходимо получить одобрение Международной федерации своего вида спорта. Международная федерация уже будет досконально анализироваться, вся история сдачи его допинг-пром, причем учитывать будут лишь те тесты, которые сдавались вызывающих доверие в международных независимых лабораториях. Дальше Международная федерация учтут все рекомендации ВАДА и их последние доклады. И в случае, если спортсмен окажется чист, представители России выдадут счастливый билет в Рио-де-Жанейро на Олимпийские игры. Ну и напротив Федерации волейбола я с радостью ставлю вот такую красную галочку, поскольку Федерация волейбола уже заявила нам еще до заседания с полкома Международного олимпийского комитета, что наши действующие олимпийские чемпионы в Рио обязательно должны поехать. Относительно наших волейболистов нам беспокоиться не стоит. Уже заявляла, еще раз скажу, Международная федерация, что нет у нее причин не доверять российским спортсменам и подозревать их в нечистой борьбе. Ну, дальше. У нас нету подозрений по поводу того, что Федерация мировая бокса также заподозрит наших спортсменов в нечистой игре. Российская Федерация бокса уже заявляет о том, что они получили поддержку от своих международных коллег. Поддерживает нас и Федерация спорта плавания международная. Она является одной из самых влиятельных во всех летних видах спорта. Есть у нас опасения относительно Юлии Ефимовой. Вот ставлю я здесь знак вопроса относительно ее, поскольку она пока не попадает под новые критерии Международного олимпийского комитета, который они сегодня выдвинули. Напомню, это то, что спортсмены, которые были пойманы некогда на употребление допинга, не поедут в Рио-де-Жанейро. Но относительно Ефимовой вопрос будет решаться в самое ближайшее время. Президент Федерации гимнастики нашей художественной Ирина Винер уже заявляет, что не беспокоится за своих спортсменок. Федерация международная гимнастики уже заявляла о том, что поддерживают нашу страну. Никогда не были замечены наши девочки ни в художественной гимнастике, ни в спортивной, в каких-то нарушениях. Ну и оптимистичен и Шамиль Торпищев. Мы уже понесли в теннисе одну очень больную потерю, серьезную в лице Марии Шараповой. Ну а относительно других спортсменов нам волноваться не стоит. Они все уже несколько десятков раз проверены в сторонних организациях и вне подозрений. Олимпиада пройдет без ее участия. Для многих это стало неожиданностью. Международный Олимпийский комитет отстранил от игры в Рио Юлию Степанову. Именно эта российская спортсменка была информатором антидопингового агентства. И она же делилась данными с немецким телеканалом, на котором, собственно, вышел тот самый фильм о применении допинга российскими легкоатлетами. МОК дополнительно изучил запрос Степановой по участию в Олимпиаде в Рио. Там она хотела выступать как нейтральный спортсмен, не идти под флагом России. Документы бегуней проверили. Комиссия по этике заявила, что по правилам Олимпийской хартии Юлии не могут предоставить такой статус. Решающую роль сыграл тот факт, что ранее Степанова сама употребляла допинг. В 2013-м ее за это дисквалифицировали на два года. Решение МОК возмутило антидопинговое агентство США. Там заявили, что это идет вразрез с судебной практикой спортивного арбитражного суда и заставит тех, кто предоставляет антидопинговым агентствам бесценную информацию о возможных нарушениях, всерьез задуматься, стоит ли вообще брать на себя инициативу. О том, как разгорался допинговый скандал вокруг российских спортсменов, мы считаем, вам надо напомнить. И сделает это наш корреспондент Наталья Бухмина. В декабре 2014-го в эфире немецкого телеканала АРД выходит документальное расследование под названием «Топ-секреты допинга. Как Россия производит своих победителей». Журналисты заявили, наша сборная плотно сидит на стероидах, а покрывает спортсменов, руководство страны. Главными информаторами стали бывший главный специалист Русада Виталий Степанов и его жена Юлия. В свое время она сама была дисквалифицирована за применение допинга. С легкой руки супругов ВАДА и начинает свою проверку. Главой независимой комиссии тогда назначили Ричарда Паунда. Если вы добиваетесь результатов, не прилагая усилий, это равносильно ядерной бомбе. Ноябрь 2015-го специалисты ВАДА направляются в Москву. Тогда еще директор антидопингового центра Григорий Роченков при бытию комиссии зачем-то наводит порядок и уничтожает 1417 образцов анализов. Бесследно это естественно не проходит. Тут же в ноябре у Русада и московской антидопинговой лаборатории отзывают лицензию. Самого Роченкова увольняют, а российские легкоатлеты остаются не у дел. Их отстраняют от соревнований в Рио-де-Жанейро. Спортсмены подают апелляцию. Первый отчет ВАДА последним не стал. Бежавший от уголовного преследования Роченков уже в Штатах начинает направо и налево рассказывать, как лично смешивал будущим чемпионом Сочи стероиды с алкоголем. А затем под покровом ночи менял их пробы. В майском интервью New York Times он намекнул, в допинговой системе замешаны все. ФСБ контролировало, Минспорта покрывало. Была потрачена куча денег, чтобы скрыть положительные результаты. Определенные люди занимались подменой положительных проб. Я знаю это по Олимпиаде в Лондоне. Тогда стоило до 500 тысяч долларов освобождение спортсмена, принимавшего допинг. Министр спорта Виталий Мутко реагирует быстро. Уже 11 мая он парирует. New York Times готовит порочащие материалы в рамках информационной войны. На самом деле у них нет никаких фактов. Мы готовы всех кандидатов на поездку еще раз перепротестировать, чтобы весь мир видел. Но слов наших чиновников будто уже никто и не слышит. Новая комиссия ВАДА сформирована сразу же, в мае. На этот раз палачом национальной команды становится 70-летний Ричард Макларен. Юрист, сотрудник спортивного суда в Лозанне. На то, чтобы собрать отчет о пробах наших спортсменов. У него всего 57 дней. И никаких контактов с российской стороной. Хотя все двери для Макларена были открыты. Приезжайте, изучайте, хоть под микроскопом. Министр спорта официально приглашал главу комиссии в нашу страну. Ответом был отказ. Мол, спасибо, не вижу необходимости тратить время. У меня и так достаточно доказательств. Уже 18 июля отчет готов. Олимпиаду в Сочи называют одной большой махинацией. Чемпионат мира по легкой атлетике и универсиаду в Казани тоже. Схема с подменой проб спортсменов. Якобы исправно работала 4 года. С 2011. 577 положительных результатов тестов было обнаружено. Российским спортсменам была предоставлена возможность давать чистые анализы мочевины. Образцы хранились в холодильниках и направлялись по ночам спортсменам. Результаты подменялись чистым раствором в перемешку с чистой мочой. И вот еще один удар. На этой неделе спортивный арбитражный суд Лозанны отклоняет апелляцию Олимпийского комитета России к Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Это значит, что 68 наших легкоатлетов все-таки не едут на соревнования в Рио. 47 комплектов наград. Разыграют без нас. Единственный лучик света во всей этой истории. 21 июля Международный Олимпийский комитет принимает решение. Сборную России отстранять от участия на Олимпиаде в Бразилии не будут. Допустят ли отдельные команды из спортсменов, решать будут уже международные федерации по различным видам спорта. Плюс ко всему нашим олимпийцам придется пройти дополнительную, максимально жесткую проверку на допинг. Ну а те спортсмены, что раньше попадались на употребление запрещенных веществ, в Рио уже точно не поедут. Наталья Бухмина, Life.